РАВЕНСТВО, МУЖЕСТВО, ПОБЕДА Удалось построить полноценную жизнь. Муж, ребенок, работа. Прекрасно понимает, зачем нужны такие фестивали. У Глухонумых небольшой круг общения. И именно на этом празднике у них есть возможность показать себя, раскрыть свой потенциал и почувствовать себя полноценным человеком. Фестиваль ежегодно собирает около сотни участников. Больше всего здесь детей. Из Одинцовских спецшкол «Надежда и гармония», а также из Старогородковской коррекционной школы имени Фурагины. Подростки – самые азартные участники соревнований. Они не просто так пришли. Они очень ждут этих соревнований. А мы такие турниры проводим несколько раз в год. Потому что это соревнования, потому что это интерес, потому что они любят побеждать. Участники фестиваля метают дротики, соревнуются в настольный бильярд, закидывают мячи в баскетбольные кольца. Но самая брутальная дисциплина – гиревые состязания и жим штанги. За ними наблюдает почетный гость фестиваля – Сергей Сокульский. Профессиональный спортсмен, мастер спорта международного класса. Нашел время в свой выходной день, чтобы поддержать ребят. Когда-то я был на их месте, был на таких фестивалях и смотрел на профессиональных спортсменов широкими глазами и мечтал оказаться на их ступени. Поэтому я и здесь. Может быть, я для кого-то сегодня буду из этих ребятишек примером, и они поймут, что все возможно. Среди особых гостей фестиваля – команда бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в Звенигородском санатории. Своими руками закрепить спортивные манишки помогают депутаты Одинцовского совета депутатов. Говорят, очень важно, чтобы фронтовики понимали, что здесь, в тылу, их поддерживают. Мы хотим показать пример бережного отношения к нашим ребятам, которые защищают нашу родину. Вот они сегодня приехали со своим коллективом, они дружны, они помогают друг другу, они веселятся, смотрят на нас, что жизнь продолжается. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.